друзья всем привет приветствую вас на канале я вот недавно снимала видео как укоренились мои адениумы ну вот они стоят-стоят дальше укореняются в воде с углем вода с углем ну вот видите вот такой вот и уже надо их наверное пересаживать и вот решила что сегодня уже пора уже отцвели даже я вам показывала как они цветут но тут по сбрасывали вот смотрите вот как дали корешочки видите вот здесь я делала надрезы вот здесь он выпускал веточку но не веточку листик но вот вроде как отсушивает корни то растут видимо со старого своего запаса выпустил но отсушивает ну вот здесь вроде как вот немножко намечается что-то такое а так вот цветочки вот видите цветочки даже выпускал даже по нескольку цветочков выпускал но сейчас видите листики отсушивает вот но вот эти вот ничего макушечка растет а длинная надо было наверно покороче но я не знала в общем как и есть так еще смотрим что вот сегодня хочу сажать так вот здесь вот твердая вроде когда нет мягкая мягкая и корней я не вижу корней я не вижу или что-то тут нет надо сейчас обрезать и дальше ставить воду есть какие-то почки нет ну вот здесь вот что вот видите даже цветок пытается какой-то выпускать зачем он вот а здесь вот получается мягкая все ну как мягко средняя мягкая здесь вот что-то какие-то были пока значит этот у нас без корней так еще давайте посмотрим что вот у этого макушечка вот такая но зелененькая тоже вот видите пытался вот здесь вот какие-то цветочки еще давать так смотрим здесь вот все в угле у меня как говорится вода подсела но вот такие вот корешочки я укореняла значит в воде с угольными таблетками вот по одной таблеточки кое-где еще добавляла вот это вот можно укоренять и вот она видите даже вот боковую выпустила почечку как бы уже даже раз кущается так еще у меня есть здесь вот две стоит в одной так здесь что вот это вот мягкая вот она видите мягко опу гнилая 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 надо обрезать и еще раз поставлю а вот это здесь вот есть корешочки здесь корешочки так вроде тверденько здесь вот это что-то пыталась выпускать но не знаю но вот здесь вот с этой стороны мягко мягко кстати вода вот за счет наверно того что вот здесь вот это подгнивает болотом пахнет обрезать надо поменять воду в общем посмотрю а вот это это не с моего адениума вот как я поставила вот здесь вот это вот все сгнило до до определенного момента вот она видите вот она а вот здесь все корешочки растут смотрите какие вот и он стал расти это с другого адениума я сажала потом он не пропадал и все на свете и 10 раз я его ставила и вот маленький только кусочек этот вот маленький кусочек тоже буду сегодня сажать посмотрим что получится так в общем показала как они выглядят значит что буду делать какая у меня тут земля так земля у меня да вот какая есть здесь в основном покупная но это можно сказать что это бы уж на и у меня земля новые у меня земли нет здесь у меня есть керамзитика немножко здесь у меня вермикулитика но мало и я сейчас у меня вот смотрите сколько вермикулита и вермикулит крупный вот я еще думала куда такой использовать а вот как раз для адениумов супер я сейчас вот так вот прям перемешаю все вместе для рыхлости вот так и буду сажать сажать буду в такие перевалочные одноразовые стаканчики сейчас покажу вам какие так ну вот такие вот у меня есть тут их сколько 6 штучек с большими отверстиями тоже все это бушная вот буду сажать в них и вот так вот видите здесь камушки с камушками буду сразу насыпать и сажать решила начать вот с этого аденюма вот я смотрю надо ли что-нибудь тут обрезать убирать да вроде ничего вроде все целое такого гнилого я вроде как ничего не вижу корешки вроде все такие беленькие хорошенькие вот значит я засыпаю вот этой вот земельки так побольше надо побольше так сейчас я немножко смочу надо разбрызгиванием поставить чтобы так так чуть-чуть смочу так как они стояли в воде то надо и смочить его сейчас посильнее вот вот так поставлю корешочки разложу как говорится вот так немножко надо глубине даже сделать вот так чуть-чуть в разные стороны чтобы вот так сложить чуть-чуть придавить но не придавить аккуратно первый раз у меня ребят вот это все получилось что я смогла укоренить адене мобила засыпаем с камушками видите сколько вермикулита у меня здесь вот все вся посадка собственно перлита мало здесь в двух горшках было и все буду поливать полью хорошо полью методом разбрызгивания ну подольше брызгает в разные стороны чуть у меня засорилась там вот так сейчас полью посильней все поставлю на прямые солнечные не буду но на довольно таки светлое солнечное место сейчас у нас какое 17 апреля вчера была паска вот 17 апреля ну ставлю потому что мне уже по зарез надо вот надо чтоб они уже укоренялись ну вот так так будем сажать сейчас следующее вот знаете я сейчас полила вот она пусть стоит потихоньку разбухает вот эта вся земля увлажняется я еще раз полью потом буду сажать теперь следующий цветок следующим хочу посадить вот вот этот который не от адениума арабикум который я сажала за семечки а потом у меня роуз а потом у меня пропадал и я не знаю какого он цвета он у меня ни разу не цвел не цвел это с арабикума они даже вот цели но зато вот видите как все сейчас я же при вас обломила вот это подгниша вот здесь вот вот корешочки вот такие вот здесь вот хорошие можно еще разок обработать угольные таблеткой я сейчас уголь и растолку и может быть даже даже чуть-чуть вот здесь угольная таблетка обработает потом или корневирничек а вот я растолкла 3 угольных таблетки и вот это место которое вот вы видели да я его счистила сейчас я просто-напросто вот здесь немножко углем запудрю где рамка вот и здесь вот смотрите меня есть корневинчик вот сверху угля на вот так краешек этот макнув корневин вот так ну вот здесь вот где это место и вот так вот положу или еще подсыпать чуть-чуть еще подсыпать так надо немножко смочить смочить корни же воде стояли значит сейчас им надо много влаги если сухую землю положу эти корни которые образовались в воде не просто засохнут поэтому нужно поливать видите сколько вермикулита но что хочу сказать из-за того что он рыхлый дренаж здесь и он попадается видите это как ее керамзитик ничего сейчас еще вот осядет вроде как много насыпала надеюсь что все будет хорошо вот здесь взяла стаканчик этот чуть меньше потому что совсем малюсенький цветок но я так понимаю видите когда выращена семечки там вырастает большой красивый каудекс а когда ты садишь вот черенка каудекса уже не будет но может быть ствол и также она цветет это тоже красивый получаются конечно бонсайные они уже не получатся хотя тоже можно если корни вот так немножечко пусть стоит так чуть-чуть это прижимаем еще потом полью вот так пусть утекает так но что можно еще посадить можно вот этот посадить здесь он весь в черном угле у меня но это неплохо вот прям корешочки здесь так все сухенько тверденько хорошо тверденько хорошо и вот здесь она все выглядит хорошо которые хорошо как говорится приживаются те и выглядят хорошо я кстати вот вода в которой они стояли но те которые корни не загнившие были я полью потому что она с углем и чем больше они стоят тем больше они выделяют таких как это сказать своих природных укоренителей проливаем немножко так ну и что этот чуть горшок побольше хватит вот здесь наверно так корни как-то надо разложить аккуратно чтоб не сломать ну и присыпаем мне кажется надо провод недельку хорошо усиленно смотреть за ними каждый день проверять поставлю сейчас где-нибудь прям вот у меня много цветов но что прям вот на глазах были для чего мне кажется болото конечно нельзя но должно быть влажное чтобы не пересыхало корни должны адаптироваться к таким маловодным условиям как говорится ой а я что-то не обмакнула эту я не обмакнула вот вроде без гнили пока вот эту возьму и тоже пролью родной водичка родная водичка вот с углем нет без запаха без такого гнилостного хорошая пахнет хорошо вот с угольком то я не обработала угольком но еще можно вот так чуть-чуть еще полью еще полью хорошо надо пролить хорошо дренаж отличный дырки огромные ничего страшного вот так ну-ка глянем здесь у меня что здесь нормально хотя вот видите сейчас листик от по это вот цветочек был ну вот один вылезает буду сажать буду сажать буду сажать тверденько здесь все тверденько прям видите он как вот так вот раскрылся и вот корешочки со всех сторон выпускает так горшочек сажала поменьше бы знаете по размеру нашла вот такой же желтенький хотела поменьше нет поменьше что я сделаю нет поменьше так что сажаю вот этот и я смотрю здесь у меня уже уже мало у меня верни политику надо добавить вот у меня остатки перлита вот нашла сейчас искала горшок нашла немножко остатки перлита кстати и и нашла мелкий вермикулит но мелкий крупный здесь кстати был бы очень хорошо чтобы такая воздушность была ну ничего то что есть то сейчас и посадим вот так еще раз перемешаю там некоторые добавляют какой-то ли чужу что-то такое я скажу вам так я любитель я не профессионал специально за не заморачиваясь мне некогда заморачиваться вот так может быть поэтому и не получается очень хорошо но как получается в принципе получается все нормально вот укореняться у меня никогда не укоренялась первый раз я вам сказала чему я удивлена и благодарю он говорится господи все равно что у меня получилось наконец-то вот теперь что мы делаем ставим пока вот так потом оботру так ну вот я думаю надо ли угольком здесь обрабатывать здесь вот вообще все такое хорошее все такое может быть просто корневинчик макнуть не обрабатывать угольком здесь гнили ничего нет такого риск как бы нет а немножко макнул потому что сейчас она но сейчас разойдется ой вот даже вот он ломается зараза на весь камушек минут так так и сверху присыпаю прям переживаешь первый раз вырастил так переживаешь все укоренилось у меня знаете было один раз так шифлеры вот сейчас шифлера смотрю все нормально тоже укореняла воде потом посадила и она у меня благополучненько пропала уже с корнями совсем на свете поэтому сейчас вот уже посадила хорошо хорошо дает так тогда я вот так сделаю вот так сделаю нет это все нормально водичка понюхала тут одна есть такая как болотистая надо сейчас будет вычищать и менять проливаю пусть постоит а вот например сейчас покажу вам подставочку возьму вот вот этот вот пролила видите как от него сбежала все хорошо это не задерживаться воды не у них не должно быть болото на чем загнивает и вот сейчас сюда это в родную ставлю а это пока не в родную так так ну что тут у меня еще есть вот у меня есть который вот дает но вот он тут учета как будто мягковато даже не знаю ну раз корни вылезли нет не так что мягковато но мне просто уже нет времени как говорится знаете держать потому что у меня тут командировка намечается поэтому я могу его держать уже в воде мне надо его посадить но вроде чувствует он себя хорошо поэтому я его немножко обмакнул края в уголь в корневин и сажаю тоже в горшочек проливаю предварительно земля сухая вермикулит тут сверху всплывает так теперь аккуратно обмакиваю в уголек потихоньку чтоб не повредить по бокам везде присыпаем вот прямо на сразу раз впитывает уголек вот так и немножечко обмакнув корневин так вот так ну господи благослови как говорится да и садим высокие если они хорошо приживутся может быть я сделаю им еще обрезку покороче но сейчас конечно трогать не буду куда их трогать они как говорится чуть тепленькие еще я тут со своей обрезкой нет если хорошо все будет то хорошо благополучно я значит потом тронуться в рост я их тогда сделаю обрезку когда я буду уверена что они уже здесь полностью укоренились вот этот смотрите достала этот все вот видите сгнил сгнил вот до сих пор я мягкий посмотрим и вода кстати вонючим болотом ну-ка я вот так сейчас обрежу его здесь тут уже вроде твердая ну-ка здесь что у нас еще можно чуть-чуть но этот сажать никуда не буду никуда значит что я делаю значит что я делаю я сейчас в чистую бутылочку эту я обмою вот это хорошая была после хорошего укоренения я ее сейчас вымою растворю здесь две таблетки даже угля и опять вот так же замотаю bubble raps и поставлю заново на укоренение посмотрим что будет вот сейчас пусть полежит немножко подсыхает в угле обработаю и в угольных таблетках я их растворю вот так ну и что у нас еще одна какая смотрим здесь тоже вот она видите мягкая край мягкий вот здесь нет все нормально а вот этот край мягкий кстати как вода вода не пахнет там хоть болотом воняло а тут не пахнет что делать но корней то нет так я думаю я думаю что надо вот это вот срезать потому что это все вот она видите тут гнилое я сейчас срезу сделаю наверное опять надрезы как я делала сейчас покажу как и так друзья значит я посадила 66 в горшочке адениумов и вот два опять ставлю дальше продолжаю на укоренение значит что я сделала вот этот вот который я обрезала я делаю на нем надрезы вот смотрите как прошлый раз я делала так и здесь вот так чуть-чуть я делаю надрезы вот так повдоль как бы они потом вот ну вот так чуть-чуть совсем чуть-чуть вот теперь что вот здесь вот помыла баночки опять эти чистая вода и вода налила воды горячей горячей ну как горячий но не кипяток ну такая уже горячеватая она сейчас уже остывает это чтобы уголек растворился побыстрее и в каждую положу по две таблеточки угля активированного вот и во вторую также она прям шипит растворяется вот купила как раз свежий уголек у меня кончился вот пусть он теперь ну он сейчас растворится и осядет это все хорошо пройдет теперь что я делаю вот смотрите вот он выпускает тот цветочек я его удалю ну потому что цветочек он тоже отнимает много сил ой его еще не оторвешь прям вот вот ну что делать теперь вот этот бабл рапс я вот так придумала прошлый раз наматываю потолще слоем для чего чтобы чтобы у меня вот ну пробочка была сильно не испарялась еще надо так еще я сейчас намотаю бабу рапс вот так вот да так теперь где я обработаю чуть-чуть угольком чуть-чуть и корневинчик вот так макну вот так и все опускаю и делаю вот такую пробочку вот так вот 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 все ставлю дальше заново укореняться посмотрим что будет и также второй но здесь вообще листьев нет ну знаете адениум он может и вообще иногда если впадает спячку долго стоять без листьев я вот это замечала уже а потом как из спячки выходит вот сделала 4 надрезика так обматываю бабл рапс делаю такую повыше надо чуток 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 повыше вот здесь вот так раз вот так посильнее посильнее наматываю вот еще чуть-чуть как раз вот и два ставлю дальше укоренять я не знаю получится не получится ну что-нибудь может быть получится вот укоренялась с какого с ноября месяца да и вот только получилось что то этих нет даже листья выпускали вроде какие-то почечки были ну корней не дали вот а остальные сейчас покажу ну вот так друзья посадила я вот так 6 моих корешочков надеюсь что все будет хорошо макушечки стоят палки длинные красоты конечно нет и вот эти два поставила на укоренение еще заново посмотрим что получится получится не получится вот так после так сейчас у нас какое 17 апреля я сказала и так получается что весь декабрь в декабре я по моему обстригала да декабрь январь февраль март через четыре с половиной месяца я получается посадила одышечки одышечки вот так вот они выглядят на этом все друзья что будет дальше я потом вам засниму на этом все пока пока и и и и и и и и